всем привет сегодня хочу показать вам как связать вот такой комбинезончик для бычка недавно на моем канале вышло видео по вязанию вот такой вот коровки бычка я вязала точно по этой же схеме единственная разница в пряже и в оформлении мордочки а так схема точно та же самая коровку только я вязала из ализе cotton gold номер 01 а бычка вязала из пряжи yarnart джинс номер 07 и мордочку по-другому вышла реснички здесь вот по три реснички здесь также точно как здесь но вышила белки белой пряжей сбоку и по одной реснички и вот ноздри тоже чуть-чуть вот здесь разница здесь так сделала здесь вот так а так все одно и то же схема одна и та же бычок немножко побольше получился размером потому что хоть они и одинаковые по метражу эти пряжи но альзы cotton gold она немножко потоньше сама по себе пряжа а так все одинаковая схема одна и та же вот этот комбинезон чик я вязала из пряжи yarnart sophist здесь 100 граммах 400 метров так это пятьдесят шесть процентов полиамид 26 процентов софт вискоза и 18 процентов дралон номер цвета вот это зелененький 108 вот этот вот обвязку я делала номер 32 вот такая пряжа это я вязала вот этот комбинезон чик а сейчас мастер-класс я хочу связать из детской новинки по этой же самой схеме метраж у них одинаковый я уже пробовала из новинки связать получается размер точно такой же вязать буду значит дать или пряжа пехорка детская новинка 200 метров 200 метров в пятидесяти граммах сто процентов акрил это номер голубой 15 здесь номер 21 брусника это буду делать обвязку вот этой пряжи крючок 2 миллиметра также понадобится 3 пуговички приступим комбинезон чик буду вязать сверху вниз регланом сверху набираем 26 воздушных петель 1 2 3 26 затем набираем еще 3 воздушные петли для подъема 1 2 3 и в пятую петлю от крючка не считая петлю на крючке провязываем столбик с одним накидом получилось из подъема петель первый столбик это второй столбик дальше 3 и 4 далее петля реглана провязываем в одну петлю столбик с накидом воздушная петля сюда же еще один столбик с накидом далее 3 столбика с накидом это петли рукава 2 3 далее опять петля реглана столбик с накидом воздушная петля сюда же столбик с одним накидом далее петли спинки 8 петель 1 2 3 петля реглана столбик с накидом воздушная петля сюда же столбик с накидом далее три столбика с накидом и далее вторая полочка остается 4 петли один два два три петля и далее вторая полочка остается 4 петли 1 2 3 и 4 второй ряд провязываем 3 воздушные петли подъема которые заменят нам первый столбик разворачиваем вязание провязываем во вторую петлю второй столбик 3 4 и 5 далее вот здесь и мы делали столбик с одним накидом воздушная петля столбик с накидом вот сюда под воздушную петлю в эту арочку провязываем 5 линию реглана столбик с одним накидом воздушная петля с даже столбик с одним накидом далее 5 столбиков с одним накидом ровно это петли рукава 2 3 4 4 5 далее опять в арочку провязываем столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом затем 10 петель спинки 1 2 10 далее в арочку столбик с накидом воздушная петля сюда же столбик с накидом затем 5 петель рукава 5 далее регланная линия в арочку столбик воздушная петля сюда же столбик и далее вторая часть 2 полочкой 5 петель 1 2 3 4 и 5 в третью воздушную петлю подъема третий ряд 3 воздушные петли подъема которые заменяют на первый столбик далее во вторую петлю 2 3 4 5 и 6 затем реглан столбик воздушная петля сюда же столбик далее петли рукава 1 2 3 4 5 6 7 7 петель рукава далее петля реглана столбик воздушная петля столбик затем 12 петель спинка 1 2 12 реглан столбик воздушная петля столбик с накидом затем второй рукав 1 2 3 4 5 6 и 7 столбик в третью воздушную петлю подъема реглан столбик воздушная петля суда же столбик и вторая полочка 1 2 3 4 5 6 столбик в третью воздушную петлю подъема 4 ряд в этом ряду уже будем формировать рукава делаем 3 воздушные петли подъема которые заменяют первый столбик далее провязываем второй столбик 3 4 5 6 7 и 8 столбик вот сюда вот где мы провязывали линию реглана серединку под воздушную петлю 8 столбиков затем 8 воздушных петель для рукава 1 2 3 4 5 6 7 8 затем переходим следующую регланную линию под воздушную петельку провязываем первый столбик 2 так нужно провязать 16 столбиков 15 и 16 провязываем тоже вот сюда где под воздушную петлю где ввязался реглан 16 далее опять 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 затем в следующую реглан в следующую реглан в следующую линию под воздушную петельку провязываем первый столбик 2 2 3 4 5 6 7 и 8 столбик в третью воздушную петлю подъем вот что у нас получилось так вот в конце четвертого ряда у нас получилось 48 столбиков с накидом теперь нужно провязать с 5 по 9 ряд по 48 столбиков в каждом ряду поворотными рядами в десятом ряду мы сделаем отверстие для хвостика вот сейчас провязываем здесь 8 петель столбиков затем по цепочке тоже 8 затем сколько там было у нас 16 8 по цепочке и 8 по полочке будет 48 столбиков вяжем 5 6 7 8 и 9 ряд будь я провязала 5 рядов сделаем такое отверстие для хвостика 10 ряд 3 воздушные петли это первый столбик далее 2 и так провязать двадцать три столбика 23 затем делаем 2 воздушные петли 1 2 пропускаем две петли в третью провязываем столбик с накидом и так до конца ряда нам нужно провязать двадцать три столбика вот я провязала до конца двадцать три столбика вот такое отверстие получилось затем еще три ряда нам нужно провязать а также по 48 столбиков 11 12 и 13 ряд затем будем формировать ножки вот я провязала еще три ряда и разделила вязание пополам у было сорок восемь столбиков я разделила ровно по 24 будем вязать чесножки берем вязание вот так вот соединяем и в двадцать четвертую петлю провязываем соединительный столбик для того чтобы у нас рисунок дальше шел также не отличался нам нужно вязать тоже поворотными рядами будет провязываем 3 воздушные петли и следующий ряд у нас должен быть изнаночный поэтому вязание разворачиваем и по изнаночной стороне провязываем все столбики вместе с вот этими тремя петлями подъема у нас должно получиться здесь 24 столбика по изнаночной стороне даже вот я провязала 24 столбика и в третью воздушную петлю провязываем соединительный столбик первый ряд провязан затем провязан 3 воздушные петли вязание опять же разворачиваем потому что теперь нам нужно вязать по лицевой стороне второй ряд и также точно провязываем 24 столбика по лицевой стороне затем заканчиваем соединяемся третий ряд провязываем по изнаночной стороне четвертый ряд по лицевой стороне 24 столбика и пятый ряд провязываем по изнаночной стороне 24 столбика вот я провязала 5 рядов теперь ниточку закрепляю и обрезаем теперь берем цвет которым будем обвязывать делаем закрепительную петлю и по лицевой стороне провязываем один ряд столбиков без накида 1 2 и так 24 столбика ниточки все прячем в конце ряда делаем в первый столбик соединительный столбик ниточку закрепляю и обрезаем ниточку можно с помощью иглы спрятать по обратной стороне так теперь будем вязать вторую ножку берем ниточку присоединяем ее в тот же столбик в который мы соединяли вот в 24 столбик мы делали соединение и сюда же просто вот так вот привязываем ту ниточку теперь вот где у нас была третья воздушная петля подъема в нее вставляем крючок и провязываем соединительный столбик первый ряд мы вяжем по изнаночной стороне провязываем 3 воздушные петли и далее по изнаночной стороне еще двадцать три столбика всего с петлями подъема у нас получится 24 столбика и далее аналогично первой ножки ниточку так можно заправить то же самое вяжем здесь значит первый ряд провязываем соединяемся здесь 3 воздушные петли развернулись второй ряд вяжем по лицевой стороне также 3 по изнаночной 4 по лицевой и 5 по изнаночной стороне соединяемся ниточку обрезаем и точно также аналогично провязываем вот этой другой ниточкой которые обвязывали один ряд столбиков без накида все я довязала вторую ножку теперь нам нужно обвязать здесь рукавчики и связать планку ниточку здесь это соединяем и просто по вот этому вот по петлю которые у нас есть были провязываем столбики без накида вот я провязала по всему рукавчику теперь делаю здесь соединительный столбик закрепляю ниточку обрезаем вот вот так ниточку нужно спрятать там будет второй рукавчик также обвязываем столбиком без накида один ряд теперь будем вязать планку и делать петельки под пуговиц пуговицы так здесь присоединяем ниточку делаем воздушную петлю и в каждый ряд где у нас были столбики с накидом в каждый ряд провязываем по два столбика без накида вот где у нас петли подъема сюда провязываем по два столбика в каждую в каждый ряд так провязываем по всему вот так вот периметру и доходим вот до отсюда когда доходим до угла вот здесь вот провязали в каждую по 2 теперь в первую петлю вот этого верха нужно провязать будет для разворота два столбика в одну петлю вот так вот и далее опять в каждую петельку одной каждую петлю по одной по одному столбику без накида ниточку вот эту можно спрятать сразу и то же самое вот так вот обвязываем затем вот здесь в последнюю провязываем здесь последнюю петельку тоже провязываем два столбика без накида в одну петлю и далее до конца вот так вот провязали первый ряд планки вяжем второй ряд делаем одну воздушную петлю вязание разворачиваем и начиная с этой же петли провязываем столбики без накида 1 2 3 и довязываем вяжем весь ряд столбиками без накида не довязывая здесь вот несколько петель сейчас я провяжу скажу сколько у меня получилось вот у меня получилось 21 столбик без накида и вот здесь вот для такого вот как бы горловинки такой оставляем место вяжем третий ряд будем делать петли для пуговиц провязываем одну воздушную петлю разворачиваем вязание начиная с этой же петли провязываем один два столбика затем делаем петлю провязываем две воздушные петли пропускаем два столбика в третью провязываем столбик без накида 1 2 3 4 5 далее опять две воздушные петли пропускаем 2 петли из 3 петли провязываем 1 2 3 4 5 и 3 петли 2 воздушных петли пропускаем и провязываем еще оставшиеся 3 петли вот сделали 3 петельки под пуговицы теперь провязываем 4 заключительный ряд 1 воздушная петля вязание разворачиваем начиная с первой петли провязываем также 21 столбик без накида под цепочку вернее по 2 воздушные петли провязываем 2 столбика и так далее также точно весь ряд у нас также получится такое же количество петель вот следующая петелька 2 столбика под нее и так далее все довязали до конца ряда делаем одну закрепительную петлю ниточку обрезаем и прячем сзади вязание осталось только решить вот сюда вот пуговки я пришила пуговки остается только одеть комбинезончик на бычка хвостик продеваем здесь можно такой воротничок отогнуть все комбинезончик готов вот такой дружок появился нашей коровки спасибо всем кто вязал вместе со мной еще раз хочу поблагодарить всех кто прислал мне фото своих игрушечек пинеточек по моим мастер-классом связаны огромное вам спасибо порадовали меня недавно вышел первый выпуск ваших работ на моем канале кто будет вязать вместе со мной еще обезьяна коровок пинеточки ли любые какие-то вещи по моим мастер-классом очень прошу присылать мне в соцсети либо на электронную почту все ссылочки я оставляю под видео еще раз огромное спасибо что были со мной всем пока